Здравствуйте, студенты! Сегодняшняя наша тема – технологии модульного обучения. Мы сегодня рассмотрим сущность модульного обучения, научные основы принципа модульного обучения, рассмотрим технологии модульного обучения, основанного на предназначительности и системно-действительном подходе. Сам тема модульного обучения связан с международным понятием, в латинском означает функциональный узел. В этом контексте он понимается как основное средство модульного обучения, как законченный блок информации. Модуль представляет собой фундаментальное понятие дисциплины, определенное явление или закон, раздел, определенную крупную тему, группу взаимосвязанных понятий. Модуль – это логически завершенная единица учебного материала, построенная на основе разработанных принципов, направленная на изучение одного или нескольких мудовитальных понятий учебной дисциплины. Модульное обучение является одной из перспективных систем обучения, так как оно наилучшим образом адаптировано к системе восприятия головного мозга человека. В коле головного мозга человека насчитывается около 15 миллиардов нейронов, нервных клеток или условных модулей. Клетки коры вступают в многочисленные контакты друг с другом. Слоу контактов одной клетки и отростков с другими клетками и отростками доходит до 6000. Следовательно, число контактов в коле головного мозга составляет астрономическое число. В этом контексте модуль рассматривался как клеточка учебного процесса, состоящая из различных элементов, обладающих в то же время информационной общностью, для него присущей целостность и системность. Официально впервые о модульной системе обучения было высказано в 1972 году на Всемирной конференции в ЮНЕСК в Токио. Технологии модульного обучения исходят из их общей теории функциональной системы, нефразологии, мышлении, психологии и педагогики. Согласно исследованиям в этих областях, человеческий мозг, кора которого имеет модульная организация, на лучшем образом воспринимает информацию в виде квантов или определенных функций. Модульное обучение позволяет решать следующие современные задачи образования, таких как оптимизация и структурирование содержания обучений на деятельности на модульной основе, обеспечивающие возможность гибкого изменения, вариативность программ, индивидуализация образовательных программ и взаимодействия между обучаемым и педагогом, обучение практической деятельности и контроль успешности обучений на уровне оценки наблюдаемых действий, активизация, самостоятельность и максимальная реализация возможностей обучаемого. В современной теории и практике модульного обучения нужно выделить два подхода – это предмена деятельности и система деятельности. На базе этих подходов в модульном обучении разработал ряд концепций подготовки специалистов. В основе всех концепций лежит деятельственный подход, с которым процесс обучения целиком и в рамках конкретной учебной дисциплины ориентирован на последовательное усвоение обучаемых элементов профессиональной деятельности в соответствии с содержанием модульно-образовательной программы. В рамках различных концепций модульно-образовательной программы имеют различный состав и структурное построение. Представляется документ в различных формах, но все они в обязательном порядке и содержат следующие. Это сервисы содержатся на программу, банк информации, представленных в различном виде, и методическую руководство для обучаемых. Существует несколько технических основ в принципе модульного обучения. Сейчас мы это рассмотрим. Первый принцип – это принцип деятельности. Принцип деятельности – это формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности специалиста. В соответствии с этим принципом нужно оформировать модули при разработке технологии модульного обучения, основанных как на предметном деятельности, так и на системном деятельностном подходе. Разработка технологии модульного обучения, основанных на предметном деятельностном подходе, формирование модулей, осуществляется на базе анализа учебного плана и учебных программ дисциплины. При системном действительном подходе формирование мудрных блоков осуществляется на основе анализа профессиональной деятельности специалиста. Второй принцип модульного обучения — это принцип паритетности. Принцип паритетности — это субъективный характер взаимодействия педагога и обучаемого обученного процесса. То есть модульного обучения относится к количеству ориентированных технологий обучения, к которым присущи гуманизм, сотрудничество и свободное воспитание. Благодаря этим достоинствам технология модульного обучения максимально адаптируется к индивидуальным психологическим особенностям личности учащихся. Следующий принцип — это принцип технологичности. Это осуществление системно-модульного подхода к созданию и реализации всего процесса преподавания и усвоения знаний, обеспечивающие восстановляемость и гарантирующие достижения учащихся за планерным результатом обучения. Данный принцип обеспечивается следующим. Первое. Вырубка максимально уточненных учебных целей. Подборка крытых лифт их измерений и оценки. Разработка и точное описание процесса обучения, направленное на достижение поставленных учебных целей. Ориентация учебных целей всего учебного процесса на гарантированное достижение результатов обучения. Оперативная оценка результатов обучения и коррекция обучения. И итоговая оценка результатов обучения. Следующий принцип – это принцип системы откладывания. Этот принцип основывается на требованиях теории сжатия информации и концепции инженерии знаний, теории укрепления дидактических единиц. Вместе с этим этот принцип предполагает учет следующих психологических договоров из окномерности. Это учебный материал большого объема, запоминается с трудом и нежеланием. Учебные материалы, представленные компактно по определенной системе, облегчают восприятие обучения. Выделение учебного материала обгонит мест бледно-эффективность запоминания учащихся. При этом основой материала дождалась научность и фундаментальность. Принцип системы откладывания обеспечивается составлением соответствующей структуры учебной информации в модуле. В общем виде модуль может состоять из следующих элементов – это исторический. Исторический – это краткий курс истории проблемы, темы, теории, задачи, понятия. Следующий элемент – это проблемные, то есть постановка проблемы. Систематизация – это системное представление структуры самого модуля. Один из элементов, который является актуализацией, то есть это выделение базовых ключевых понятий. И способы действия необходимы для усвоения нового учебного материала. Конечно, один из элементов модуля – это диаптический. Это основной учебный материал, где раскрывается диаптическая цель формулировки проблем, обоснования духодизы и решения проблемы. И должны также иметься элементы – это экспериментальные, это описание экспериментального материала, ну, члены из элементов, лабораторных работ и другие. Также ответим на это является обобщение, это отражение решения проблем и обобщение содержания всего модуля. Применение. Это система задачи по отработке новых способов действия и применения изученного материала на практике. Элемент имеет такую ошибку, это раскрытие типичных ошибок студентов, наблюдающихся при усвоении содержания модуля с указанием возможных причин и способов исправления. Стыковка. Это показы взаимосвязи производственного модуля с содержанием модуля, в том числе с международными циклами. Углубление. Это представление учебного материала повышенной сложности для одаренных студентов. И должно, конечно, должно быть в модуле тестирования, это контроль и оценка усвоения студентами на содержании модуля с помощью тестов. На усвоение учебного материала оказывается существенное значение то, насколько во время занятий показана практическая значимость модуля. Связь содержания модуля с другими модулями. Анализ испечна ошибок студента при освоении материала данного модуля. Следующий принцип модульного обучения – принцип мотивации. Сущность этого принципа заключается в стимулировании учебного познавательства деятельности студента. Это основополагающее положение. Возбуждение интереса включения материала модуля, стимулирование познания по активному творческому мышлению на занятии является целью исторического и проблемного элементов модуля. Следующий принцип – это принцип модульности. Этот принцип является основой индивидуализации обучения. Во-первых, динамическая структура модуля позволяет представлять содержание курса учебного материала в трех вариантах. Это умное, может быть сокращенное, угленное. Выбор того или иного варианта обучения осуществляется самим студентом, исходя из его способностей. Во-вторых, модульность проявляется в вариативности методов и форм. Усвоить содержание модуля. Это могут быть активные формы метода обучения, как диалог, самообучение, деловые, имитационные игры и другие методы обучения. А также проблемы, лекции, семинары, консультации. Третье, главная модульность обеспечивается за счет ступенчатости при освоении нового материала, когда обучение идет от простого к сложному, по каждому модулю, по каждой дисциплине. Четвертое, гибкость учебных элементов, входящих в модуль, позволяет систематически обновлять учебный материал. Следующий принцип модульного обучения – это принцип проблемности. Этот принцип способствует повышению эффективности у своих материалов, вследствие введения проблемных ситуаций и практично направленности занятий. Во время занятия напитается гипотеза, дается ее обоснование и дается решение этой проблемы. Чаще всего преподаватель констатирует факты на занятии, пусть даже новые факты, а современный преподаватель должен показывать и объяснять методику изучения вопроса, ход решения, поставленные им самим проблемы, особенности эксперимента и так далее. То есть он выступает как следователь. В первую очередь именно этот затрагивает, заинтригирует студенты, вырабатывает в нее творческое мышление и активность. Следующий принцип модульного обучения – это принцип когнитивизуальности. Этот принцип придет от из-за психологического риска закономерности, согласно которой эффективность усвоения повышается, если наглядность в обучении в плане не только иллюстративную, но и компенсивную функцию. Именно поэтому когнитивная графика – новая проблема области теории эксплуатации интеллекта. Представляет сложный объект в виде когнитивных картинок. С основными компонентами модуля являются когнитивно-профессионные элементы, это будут рисунки, выполненные в свете. Поэтому рисунки являются главным элементом модуля. Во-первых, развивает зрительное и пространственное мышление у студентов, то есть в процессе обучения подключается богатый потенциал образного правоположения мозга. Во-вторых, рисунок, компактный и инвеструющий содержание учебного материала, способствует формированию у студентов системы сознания. В кресле рисунок в свете повышает эффективность восприятия и запоминание учебной информации, и является крестом проститического воспитания студентов. Человеческое познание присутствует как бы двумя механизмами мышления, это символами и геометрическими алгебрическими. Основная задача когнитивной графики заключается в создании комбинированных моделей и представлении знаний, сочетающих символический геометрический механизм мышления и способствующих активизацию познавательных процессов. Зрительная информация активизирует потенциал права полушария мозга, развивая его образное мышление, интуиция. Так, необходим для специалистов свыше образование. Мне даром Эйнштейн говорит, что подлинной ценностью является в сущности только интуиция. Для меня не подлежит сомнение, что наше мышление протекает в основном, минуя стимулы и к тому же бессознателье. На самом деле, наука не может существовать без гипотез, а та, в свою очередь, без интуиции. К тому же, зрительная информация существеннее, эффективнее, по сравнению с вермальными. Пропуская способность зрительного анализатора значительно превышать слабой. Это позволяет зрительной системе доставлять человеку до 90% всей принимаемой информации. Кроме того, визуальная информация является одновременной, в результате чего воспроизведение информации требует меньше времени, чем вербальный. Формирование представлений при использовании визуальной информации происходит в среднем в 5-6 раз быстрее, чем при вербальном сложении. На визуальную информацию человек реагирует больше, чем на вербальном. Последний участок пропускает. К тому же, визуальная информация удается произвести легче и точнее. Доверие к визуальной информации в человека выше, чем вербальный. Поэтому, говорят, лучше один раз вывести, чем сто раз услышать. При этом успешность восприятия и запоминания в зоне информации не зависит от близленности интервала между их показом, а усвоение вербального зависит от этого. Здесь я хочу отметить также очень важную деталь. Получение силы на зрительной информации повышает эффективность обучения. Поэтому необходимо создание условий для получения информации из учебно-научной литературы и посредством капитал-техники. Это означает необходимость усиления и демилизации обучения. Следующий принцип внутреннего обучения – принцип опорной ошибки. Этот принцип направлен на систематическое создание в процессе обучения ситуаций на поиск ошибок, на разработку детальческих материалов и средств, ориентированных на формирование аппарата, предвосхищение структуре функциональной системы, психической деятельности студентов. Реализация этого принципа способствует развитию критичности мышления у студентов. Принцип экономии учебного времени – это следующий принцип модуля обучения. Этот принцип направлен на обеспечение резервов учебного времени, необходим для индивидуальных и самознательных работ студентов. Правильная организация модуля обучения приносит до 30% и более экономичного времени. Это может быть достигнут за счет полной реализации всех принципов модуля обучения. Капитализация учебного процесса, согласование учебных программ с международной степени. Имеется, как мы сказали, технология модуля обучения основных предметов действий на подходе. Мы сейчас рассмотрим модуль обучения основных предметов действий на подходе. В условиях предметной системы образования соединения модуля методологии с отдельной учебной дисциплиной характеризуют предметный действий на подходе. Технология модуля обучения основана на таком подходе, целесообразна использована в системе высшего средства специально-профессионального образования, повышения квалификации педагогов. Технология модуля обучения основана на предметно-действительном условии. Модуль представляет собой следующий. Фундаментальные понятия учебной дисциплины определенные явления, законы, крупные темы, группы связанных понятий. Модуль это логистик, как мы сказали, завершенная единица учебного материала, построен на основе технической основы принципа модуля обучения, который мы сейчас рассмотрели, предназначен для изучения одного или нескольких фундаментальных понятий учебной дисциплины. Наиболее эффективно модуль представляет на основе спробовав системы анализа понятий на аппарате дисциплины, что и возможность выделить группу фундаментальных понятий, логических и компактных оперативных материалов. Это позволяет избежать повторений внутри курса и свежей дисциплины. Модули являются самостоятельной структурной единицей, что позволяет в некоторых случаях один студент слушать не весь курс, а только ряд модулей. Это позволяет оптимально планировать индивидуальные и самостоятельную работу от дальних студентов. Эффективность перехода на модульную систему обучения зависит от следующих факторов. Это уровень материально-технической базы учебного заведения, уровень квалификации преподавательства состава, уровень подготовки студентов, оценки предлагаемых результатов, разработки дидактических материалов, анализ результатов и оптимизация модулей. Переход на модульную обучение предлагает осуществить следующее. На основе тщательного анализа рабочих учебных планов определяется группой. Наиболее тесно взаимосвязанная дисциплина. То есть весь учебный план рассматривается как совокупность отдельных макромудрей. Наиболее совместно формирование макромудрей трех разновидностей, включающие мемендарные науки, включающие экономические науки и общеобразовательные, общетехнические, общепрофессиональные и специальные дисциплины. Каждый макромудр имеет свою цель и формировать специалиста. Цель изучения определенного макромудра и противовательства изучения отдельных дисциплин, входящих в него. Совокупность цель изучения отдельного макромудра составляет генеральную цель подготовить специалисты отражения государственных образований стандартов. Цель изучения каждого макромудра должна быть четко сформулирована и нанесена до студентов мы начали изучение первой дисциплины. Перед изучением каждой следующей дисциплины макрамодуль для студентов доводит цель изучения каждого из этих дисциплин. В этой схеме показано технологию модуля обучения, основанную на предметно-действительном подходе. С этой из следующих этапов, это выделение макрамодуля дисциплина ученого плана, усыновывается оптимальный последний срок изучения дисциплины макрамодуля, обеспечивает взаимосвязь в учебной программе дисциплины, формируются модули учебной программы учебной дисциплины, создаются экстративные наглядные материалы, идет обучение на основе принципов модульного обучения, также контроль усвоения каждого модуля и в каце оценивается достижение учебных целей. Модуль входит в 2-3 лекции и связан с этим практические занятия и лаборатория работы. По каждому модулю готовятся следующие материалы. Тесты для контроля знаний студентов. Должны модули задания на изучение работы, также должны модули иметься задания самостоятельной работы, учебные теоретические материалы, список учебной научной литературы и так, конечно, нужна у нас рабочая учебная программа. В каждом модуле должен заканчиваться тестированием. Для текущего модуля это контроль производства материала, а для этого следующего модуля это входной контроль. В принципе, да, могут варьироваться от информационно-контролирующего данного студентного координирующего. Модуль обучения предполагает чтение проблем в установочной лекции, дающей обращенную информацию по условным вопросам курса. Лекция должна быть направлена на развитие творческих способностей студентов. Практические лаборатория работы и модули прорабатывают комплексы с лекциями, дополняя их содержание и изучение новых материалов и приобретение определенных практических навыков. При подготовке материала по лекции сельсообразно используются в приемах структурирования и систематизации. То есть представление материала в виде блок-схем, в виде рисунков, при этом эффективность усвоения материала, конечно, увеличивается. Необходимо стремиться в представлении знаний в комплексах удобного использования в виде учебного материала. Таким образом, переход на модуль обучения предусматривает следующую последовательность. Дифференциация дисциплины учебного плана макромодуля установление оптимальной последовательности изучения дисциплин при обижации периода обучения, обеспечение тайных связей в учебном программе в степле макромодуля, формирование модулей в степле, разработка учебного нагляда на мастерам модуля, проектирование технологии обучения на основе принципа модуля обучения, составление списания занятий с учетом оптимального количества занятий. С основной части модуля системы обучения можно считать организацию учебного процесса. Одним из отличительных особенностей модуля системы обучения является идентификация учебного процесса, который нужно рассматривать в двух аспектах. Сжать учебное информацию в процессе преподавания основной принципы модуля обучения, оптимизация учебного графика и на его основе рассказать занятия в том же период обучения. Содержание модуля системы обучения вытекает следующие преимущества. Обеспечивается неразрывность обучения между дисциплинами, внутридисциплинами, между модулями, обеспечивается методическое обоснованное согласно всех видов учебного процесса и в конструктору модульного строения курса, систематически эффективно контролю устроения знаний студентов, выстроенность студентов, идентификация обучения в результате сжать информацию, эффективно использование аудиториологических стук и оптимизация структур учебного приемления. Спасибо за внимание.